расстроился мы с зонтом промокли насквозь сегодня в лидл по акции были арбузы и доволен поступаем формированию вот так выглядит на что у нас не мы купили всем привет не могла бы отсюда руки убирать руки убирай ради бога а ты какой синий заказывал фиолетовый не больше оставлять себя не будешь оставлять или этого дали ну что что кэрина уйти но а фиолетовый тебе не нравится не нравится не на зачем но не открывает тогда раз ты его не будешь оставлять ой ваня да может твои коленки отдельно покажем потом твоя как мы его возвращать вам интересно никакой мы заказали от из папы вместе заказывал ну ладно ничего не расстраивайся как нибудь вернем все расстроился но он не расстраивайся но в конце концов на несколько дней позже получишь мы сейчас все друзья заходили на заправку в банкомат я увидела там манго и арбуз я понимаю прекрасно что гораздо выгоднее купить целый но манга что-то мне захотелось знаете я не фанат манга вообще то есть я какой совершенно равнодушно но такие кусочки аппетитные такие они желтенькие что прям думаю спелы на на под и арбуз арбуз вообще космос на самом деле можно купить целый один так точно той полтора наверное но но здесь ты видишь что ты берешь а там ты внутри можешь открыть а там будет все белое зеленое в общем мы решили с ваньком себя побаловать манга он вряд ли будет арбуз поезд всем 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 очередной привет я вчера думала что-нибудь поснимать учета не сложилось поэтому вы увидели маленький кусочек наш с ваней где мы там были контейнер распаковали и в магазине нет и арбуз съели все эти арбуз был очень вкусным просто он был не таким уж прям сладким сладким но очень хрустящим чем я люблю такие арбузы и манга кстати тоже вот а сегодня новый день по моему виду можно понять что погода у нас так себе бы не сказал что очень холодно но 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 ветрено а я с утра голову помыла и как всегда не до конца досушила поэтому я в капюшоне я бы ходила в одном капюшоне но этот капюшон слетает от ветра поэтому я фиксирую вторым но мне не жарко отвезла ванька на автобус а сейчас мы с пирюси гуляем дальше и дальше и лошадь ой перри тушку увидела зато траву нам опять покосили каким-то клоками а вот это вот знаете типа цветы оставляю здесь же посажены нарциссы и тюльпаны но они уже отцвели и вот это вот не скажут носу типа клумбочка осталось тебе кажется что можно скосить они же луковицы земле доброе утро друзьям третья попытка начать снимать этот влог что-то никак не удается что у нас здесь у нас здесь вот такая вот прелесть а мне идти гулять с собакой дождь прохладно ветрено зато мусорку вчера вывезли мусорка довольно чистая и дать мне и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я почему в футболке сижу, потому что у меня курска насквозь промокла Это был самый настоящий ливень, ливняра Я голодная Очень вкусно Это называется как-то Я даже не вспомню, как Не запомню, как называется Очень сложное название у этого сырного пирожка Но он с очень вкусным сыром внутри Салугуни или с чем-то таким Это в армянском магазине Или в грузинском Ваня сегодня забирает папу Ваниного друга Вместе с другом И отвозит их к ним домой А мы сейчас уже Ванька заберем Мы только выехали, нам еще минут 30-40 Наверное как минимум ехать Еще плюс в магазин надо ехать Короче говоря, ничего не поснимала Потому что просто невозможно было Мы с зонтом промокли насквозь Полностью вообще Глова ноги У меня ноги более-менее защищены были Но зато промокла куртка и в дедофутболке У меня вот эта часть справа Абсолютно так Папа сходил, поменял, съездил А, его нам привезли Нет Вот так, ну ты выглядишь То есть Тут Вот бокс, да? Место для яблок и штука Это как раз и не хотел давать Да Это для соуса, да? Контейнер И как раз есть вилочка Точно удобно Вилочка и нож И тут очень много места Легко Да А зачем ты закручиваешь? А ты что-то делаешь? Это не крутится А, то есть просто кладется Тут крышка сверху А здесь у нас чурчхела Это из того грузинского магазинчика И еще одна булочка с сыром Мы верим А еще мы, знаете, что вкусненького купили в польском? Кемали был со скидкой Да, вот они ели сто лет уже Ну что? Ну что? Ну что? Ну все Ты так рада, что все пришли Все разом Да, все дома Класс Я представляю, что Ваня сначала в твою сторону пошла Думала, ты поведешь Нам очень повезло сейчас Не знаю, если где-то в одном из окон видно У нас такая погода шикарная Даже не верится, что днем был вообще апокалипсис в центре города Мы все промоклины Это я вам потом попозже расскажу Просто мы с Ваньком опять в пробке стоим Поэтому Вот такой вот комментарий Сейчас, конечно, просто Сейчас просто красота Голубое небо практически не облачко Совсем буквально парочку А так прям как в музыке Итак, друзья Пока Ванек пошел тренироваться Я вам расскажу немножко поподробнее Как сегодня сложился наш день Мы сегодня с Волой такие хитропопые Хотели совместить приятное с полезным Договорились с родителями Ваниного друга, одноклассника Нам нужно было поехать по делам в центр города И мы думаем заодно Вернее, как сказать Даже нет Мы надеялись на то, что если все пойдет по плану Если мы по своей записи попадаем То у нас останется там буквально минут 40 И мы сможем зайти куда-нибудь там чай попить Или перекусить В общем, что-нибудь в этом духе Приехали Во-первых, парковка Основная, на которую мы рассчитывали Она оказалась только для сотрудников Мы нашли еще одну парковку Относительно неподалеку Когда вот такая погода, как сейчас То парковка реально неподалеку А когда идет дождь То она очень далеко кажется В общем, мы припарковались Слава Богу, хоть крытая парковка Выходим на улицу Не-не-не, отошли от машины А парковка с большими такими оконными проемами Незастекленными Я уже вижу, что пошел дождь Я говорю, Володь, возьми зонт У нас с зонтами, я уже вам рассказывала Проблема Я не верю в зонты в Ирландии Если только на улице нет ветра Вот если просто идет дождь То, ну, как в любой другой стране Если обычный ирландский ветер То всем зонтам хана Я какие зонты только не покупала Все бесполезно У меня в багажнике валяется всегда зонт Который я покупала Когда-то в Ашане в Москве За 100 рублей С кошками Он весь такой хлипкий Он вот так вот мотается Весь выворачивается Но может быть в этом и сила Что он такой, знаете Что он как на шарнирах Он очень подвижный И таким образом Вот еще как-то может устоять И не сломаться Стоять перед ирландским ветром Так вот Мы сочетаем А зонтик маленький Он складной Сам по себе маленький Мы выходим на улицу из парковки Понимаем, что на улице На такой конкретный дождь У нас есть запас времени Да Я в этих В джинсовке И в льняных штанах В беркинштоках Которые закрыты Но у меня открытая пятка И я без носков Вова в джинсах Но в тканевых кедах И в тонкой ветровке Которое еще куда не шло Против моей джинсовки Стояли мы стояли Время поджимает Дождь не заканчивается Пошли Ну вроде как сначала ничего Так идем прижавшись друг к другу Подходим мы к перекрестку Чтобы переходить дорогу А перекресток огромный Во-первых Для машин Несколько полос В каждое направление Трамвайные пути Все это знаете Там такой островок безопасности Который тоже нужно перейти Короче огромный перекресток И очень долгий светофор И в тот момент Когда мы подошли Нажали кнопку светофора И стоим ждем Ливанул такой дождь Что я просто за секунду За две Вот та моя часть Которая была дальше от Вовы Над пропастью Под небом Открытым практически Я была просто насквозь мокрая Вот эта часть головы тоже мокрая Все сюда Везде Попа мокрая Потому что Льняные штаны Сами понимаете Но ноги сухие Сами стопы У Вовы наоборот Здесь более-менее Но ноги насквозь Потому что тряпочные Вот эти вот тапочки В общем Кое-как Кое-как Мелкими перебежками Забегая в какие-то кафе Просто переждать Мы добрались до цели На обратном пути Было примерно то же самое Мы были настолько мокрыми Что Знаете Мне уже было без разницы Я уже могла просто зонт убрать И идти Ну то есть Одна у тебя рука насквозь мокрая Или две В принципе без большой разницы В общем Замечательно Мы погуляли Замечательно Мы зашли в кафе Замечательно Мы попили чай Единственное Что мы сделали Это по дороге Вот купили пирожки С сыром и черчхелл Это просто Нам реально по дороге было Это грузинская лавочка Она по дороге Все Так Друзья У нас такая история Мы приехали с футбола И Ваня говорит Я хочу пойти погулять Я говорю Ну хорошо Иди Восемь Чтоб был дома Говорю ему я Время восемь Вани нет Начало девятого Он мне звонит Мама Мы тут встретили еще друзей Можно мы еще погуляем Я говорю Хорошо Давай Пятнадцать минут И домой На улице светло Как днем Даже сейчас Проходит еще минут Наверное Тридцать Он звонит Мама Извини Я не Увидел время Не заметил Я говорю Ну ничего страшного Давай иду домой Мама Мы встретили еще друзей Мы так хорошо Дружим Можно я еще погуляю Я думаю Ну ладно В итоге Уроки не сделаны Ну не доделаны В течение недели Делать им С разной недели Сдают Уроки не доделаны Не поел еще Ну естественно Не купался Ничего Еще пока гуляет Вот Ну ладно Пусть гуляет Я считаю Вова на карате Будем считать Что он тоже гуляет Я пока отдыхаю Пью мятный чай И Лазю в интернет Если честно Ммм Так мне вкусненько И хорошо Так друзья Очередное доброе утро Я еще пока не знаю Когда выйдет этот влог Но вы его уже смотрите Скорее всего Этот влог Очень сильно опоздал Но у меня есть Уважительная причина Я должна выпустить Была его сегодня Но продолжаю снимать Почему? Потому что сегодня Я вот хоть ты тресни Не успею его смонтировать У нас завтра Завтра у нас Очень ответственное мероприятие Завтра на футболе В нашем футбольном клубе У нас большая ярмарка В прошлом году Мы в ней участвовали Продавали тогда Булочки с корицей И что-то там еще Не помню Маффины что ли Или печенье Я уже даже не помню Что мы делали Так вот Завтра у нас тоже мероприятие И мне нужно Целый день Сегодняшний И завтрашнее утро Печь Мне нужно рассчитать Как-то Это очень интересно В прошлом году Мы заработали 100 евро Но заработали это очень условно Потому что Понятное дело Мы не считаем Расходы свои Мы считаем только Те деньги Которые получили От покупателей Скажем так У нас были Щедрые покупатели В прошлом году И оставляли Допустим Не 1 евро За маффин А 5 евро Говорили Сдачу не надо Кто-то приходил Просто 20 евро дал Ну И в принципе Не имеет значения Для команды В прошлом году Мы заработали 100 евро В этом году Вова Поставил цель Заработать 200 Короче говоря Для того Чтобы заработать 200 Не 200 Не знаю Но максимально Возможное Количество денег Нам нужно Мне нужно Хорошо потрудиться Поэтому С утра Я приехала в Лидл Я сейчас куплю Все нужные ингредиенты Если не забуду Какие они нужны мне И бегом домой Мне еще нужно Погулять с собакой Позавтракать Приготовить обед Потому что обеда У меня фактически Тоже нет Ну с натяжкой Есть Но в принципе Мало Нет И начинать Активно печь Друзья Сегодня в Лидл По акции Были арбузы И мне кажется Я подозреваю Они шикарные Во-первых Они без косточек Написано По очень хорошей цене И нереально вкусный Хлеб Это самый главный Мой улов Ой белка Белочка Так А у меня есть орешки Пока я орехик Вставала Она уже все Смоталась У нас коллекция Пополняется Для музея Келлокса Это был Ну то есть Это с рук у кого-то Да? Да Коллекцион Интересно Почему Какого года Неизвестно Нет Ничего себе Он так наверное На полке и стоял Грязный Весь пыльный Класс Класс Ооо Лучше чем на фотке Качество Блин какой новый Да Это Наденьство Патрикова У себя Сказал На следующий год Это Гиннес Стаканчик Гиннеса Значок Доволен? Класс Да Еще раз Сколько? Четыре Грязовичок И три Значок А доставка Включена? Ну все вместе За десятку Получилось Доставка Три А почему так дешево? Никому не нужно это Так друзья Я уже упахала Если честно Значит тесто Оно у меня Поднялось Уже немножко Даже опустилось Поднялось вообще так Что шапочка Была Это будут Сосиски в тесте Рецепт теста новый Если он удачный Я оставлю вам ссылку В описании На этот рецепт Потому что рецепт Я брала из ютуба Приступаем К формированию Сосиски Сосиски Я разрезала пополам Потому что они длинные Я всегда так делаю Обычно Получается У нас из одной пачки Две Очень выгодно И представляете настолько обнаглела что такое что такое с машины происходит начинает обороты накручивать когда завожу с кондиционером так ладно в общем я настолько обнаглела что я еду за ваньком даже не переодеваясь из домашней одежды в уличную мне просто никогда не охота я все бегом-бегом поставила сейчас вторую порцию теста на сосиски в итоге я сделала овсяное печенье которое вам не показала сейчас мне свалится телефон помогите и одну порцию сосисок с одной порции теста у меня влезло на противень 22 сосиски из которых сколько-то точно съест ванек я постараюсь и минимизировать потери но тем не менее он точно съест мой обед сегодня это я делала еще рис с мясом сегодня успела а вот это вот несколько дней назад я сделала цветную капусту по-корейски я не оставляла вам рецепт потому что она нифига не по-корейски если честно это больше просто капуста провансаре она вкусная но не такая как на рынке так что я буду еще экспериментировать из найду классный рецепт тогда вам скажу но и огурчики доброе утро друзьям я сегодня рано проснулась сама без будильника ну рано легла рано проснулась и думаю чё зря лежать могу еще что-нибудь так сказать на продажу испечь поэтому решила сделать кекс с голубикой посмотрим что получится хотела сделать маффины конечно это проще ничего резать не надо но я выкинула форму для маффинов поэтому будет кекс смотрите друзья на улице туман камера не передает практически но туман довольно сильный самое интересное что мы недавно убирали балкон совсем недавно сейчас я вам покажу сейчас я больше соответственно мыли стекла да как быстро паук сплел паутину когда она в капельках кажется как будто это бриллиант красиво и здесь вот везде уже паутина хотя я определенно здесь все вытирала убирала ее здесь не могло остаться обещали нам шикарную погоду сегодня тепло солнечно жарко я бы даже сказала ну и вот что мы имеем собственно говоря небо и туман в итоге я показываю что у меня получилось яблочный пирог я его сразу нарезала на куски чтобы удобно было да это кекс с голубикой тоже сразу порезали да все равно и тебе все равно это не есть ваня и знала так много немного сахарная пудра это булочки с корицей такие это овсяное печенье с изюмом и клюквой и семечками и сосиски в тесте и того вот что у нас получилось посмотрим что мы сможем продать даманя все продать и потому что первое давай быстрее этого опаздываю говорим эти булки это 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 потом это посмотрим наконец-то мы собрались и выдвинулись я не успела даже накраситься но спасибо хотя бы голову помыла давай да хорошо когда моем чистые волосы у нас ничего просто так не происходит в последний момент мы вспомнили что мы не сняли деньги поэтому еще на заправку заезжаем значит пару слов я хочу сказать что я очень сильно устала потому что ну это действительно не знаю преклоняюсь перед теми кто работает в кулинариях в столовых и так далее это очень тяжелый труд не отваливает спина и вообще все отваливается я очень собой довольна я очень довольна тестом дрожжевым кстати я обязательно оставлю ссылку под этим видео очень вкусное тесто обычные ингредиенты ничего такого особенного в процессе приготовления но получилось очень нежная очень воздушная очень хорошо поднимается без каких-то там вообще проблем сколько я сделала порции этого теста ха-ха-ха штук 6 наверное так что я уже профи мне кажется я наизусть помню ингредиенты количество мне даже записывать не нужно все пожалуй сейчас приедем на ярмарку до ярмарка началась в 12 часов время уже без 15 2 но мы намеренно не поехали в 12 потому что у вани игра в 4 и быть с 12 до 4 а потом еще члену продавать там ходить гулять еще потом с 4 и игру это слишком да в конце концов там не в туалет нормально не сходи вообще-то мне я не знаю где там туалет если честно вот и поэтому мы намеренно планировали поехать позже не в 2 конечно но позже вот все мои идут день сняли мы едем а а значит друзья вот так выглядит наш стол у нас еще есть в пакетах запасы можно под стол валить поставить пакеты пока га у нас с собой стульчик есть один даже и здесь ярмарка очень много народу здесь делают бургеры с хот-догами а здесь всякие разные разные разнообразные палатки там и блинчики одежда и вкусняшки и очень много народу главные продавцы сегодняшнего дня но не сказала бы что у нас прям все так сильно покупается но так слегка ну вот на полчаса позже но вроде бы наши закончили играть ванька пока не видим сейчас награждение еще будет мы уже замерзли и устали и это уж ведь какое небо очень как-то сегодня туманно пасмурно где нашего нюча не честно было почему потому что мы получили первый что за несправедливость мы будем жаловаться ладно они просто хотели всех порадовать золотое все золотое что такое может подадим в какой-то оргкомитет жалобу на пересмотр так вот и очень отчаянно играл со всей дуре да молодец сынок в итоге мы заработали сколько в итоге мы заработали 107 евро не все продали не все сосиски очень много сосисок осталось и мы их просто раздали бесплатно и когда мы сказали что это бесплатно налетела целая толпа и расхватала все буквально за 2 секунды так что в общем все отлично мы прям вот эти устали за целый день и замерзли друзья мы все устали очень я сейчас бы прям завалилась спать но у меня останавливает то что на улице еще светло время 9 у нас светло как днем практически я вам хочу вот что сказать перед тем как на сегодня попрощаться я досмотрела сериал впечатлениями о котором я обещала поделиться если мне понравится сериал мне очень понравился очень очень понравился прям для меня 10 из 10 сериал называется заговор сестер гарби или где-то еще его называют плохие сестры значит что интересно первых моим мой любимый один из самых любимых жанров моих это такая трагикомедия с одной стороны смешно с другой стороны очень грустно и смех и грех я это называю мне очень нравится это что-то на такое знаете из серии отчаянных домохозяек ну нет сериал не не похож на отчаянных домохозяек просто отчаянные домохозяйки это тоже вроде бы такой легенький смешной такой найти сериал как раз для домохозяйка на самом деле оказывается что это та еще драма я в абсолютном восторге всем рекомендую у него очень хорошие кстати отзывы я отзывы почитала уже после просмотра для того чтобы ничего лишнего не увидеть думаю что второго сезона наверное не будет по большому счету он там не нужен все получилось так как получилось в общем класс плюс сериал снимается не просто в ирландии сериал частично снимается у нас мало хайди в нашей деревне там наши улочки там наш любимый пап там наши лодки и яхты там нашего такая небольшая набережная там наша русалка которая не русалка вовсе памятник около яхт стоит в центре деревни в общем всем рекомендую обязательно посмотрите я думаю что вам всем очень понравится там всего наверное серий 10 он не такой большой вот но каждая серия смотрится прямо на одном дыхании для меня класс плюс плюс актриса которая играла младшую сестер я сегодня только что хотела посмотреть там еще я с ней еще один сериал до этого смотрела и думаю забыл как называется думаю посмотрю зашла википедию и узнала что это актриса которая гладит играет младшую сестру оказывается она дочь бона из youtube и ту это ну все знают наверное да это очень известная музыкальная группа и ирландская вот в общем то и все на сегодня все суббота подходит к концу что мы будем делать завтра не знаю все зависит от погоды может быть я наконец-то куплю цветы и посажу их на балконе а может и нет посмотрим не знаю землю я уже купила вова сегодня эту землю затащил на балкон наконец-то осталось купить только цветы если будет хороший погода надо будет на раз ездить купить уже сделать и чтобы это чтобы это надо мной не не давлела во первых во вторых убрать эти ящики с балконом ну чтобы они висели красиво они занимали место на полу вот ну все пока пока не болеть всем беречь себя наслаждаться весной хорошего настроения вам спасибо что смотрите увидимся с вами в следующем видео пока пока